Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Город полон тайн и звуков ленительных, страстных. Судьба города, судьба домов, судьба людей сквозь музыку города. Город и камни люблю, грохот его и шумы певучие. Музыкальный маршрут. По улицам Москвы прогуливаются Ирина Кленская и Александр Васькин. Может быть, остановимся? Слушаемся? Старый Ваганьковский переулок. Почему Старый Ваганьковский? В одной из версий название переулка происходит от глагола «ваганить», известного по русским говорам по значениям «шутить», «развлекать», «играть», «потешать» и даже «петь». Ваганты – народные певцы, развлекающие простой люд и людей побогаче. То есть музыкальные улицы? Музыкальный переулок. Интересно, что дом Пашковых, нотный и музыкальный отдел Государственной Российской библиотеки выходит как раз на Старый Ваганьковский переулок. Я думаю, в таком случае озвученная нами версия является приоритетом. Например, Старый Ваганьковский, 17. В этом доме много лет назад жил и полит Карлович Альтани. Удивительный, надо сказать, человек. Он был главным дирижером Большого театра много лет и много чего успел сделать. Например, он первый поставил оперу «Опричник», «Мазепул», первый поставил «Пиковую даму» и «Аланта» и дирижировал ей. Он первый дирижировал оперы «Снегурочка» и «Пскоретянка» римского «Корсакова». Дирижировал первой постановкой Бориса Годунова. Более того, за год до освящения Храма Христа Спасителя во время Всероссийской художественной выставки 8 августа 1882 года под руководством Альтани была исполнена торжественная овертюра 1812 года Чайковского. И надо сказать, что Чайковский, когда услышал это исполнение, сказал, что совсем неплохо, теперь я могу включать овертюру в свои концерты, в свой репертуар. А до этого он овертюру это не очень любил и говорил, что написал ее скорее по дружбе, чем по вдохновению. КОНЕЦ 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 Деятельный человек был Альтани, хотя о нем говорили, Саша, о том, что чистота строя, ровность звучания, он всегда добивался этого и вошел в историю как очень приличный, симпатичный человек. О нем хорошо отзывался его непосредственный начальник Владимир Аркадьевич Телековский, последний директор императорских театров. После 1917 года он работал кассиром на железнодорожной станции, но потом, правда, ему была назначена персональная пенсия, и он оставил нам замечательные воспоминания. Так вот, что же говорит Телековский? Главное влияние в московской опере имел в то время, когда я был назначен в Москву, Альтани, главный капельмейстер. И, по сути, он первый главный дирижер Большого театра. Да, то есть с него начинается... Хронология и история главных дирижеров. Это действительно так. Что дальше пишет Телековский об Альтани как о человеке? И как о капельмейстере, дирижере? Оркестр и хор были прекрасны в Большом театре. В опере было скучновато. Конечно, Альтани как главный капельмейстер имел много достоинств. Он создал прекрасный оркестр, не уступавший оркестру Мариинского театра. А вот это сравнение очень важно добавляет в себя, потому что Мариинский театр — императорский театр. Это столичный театр. К Большому театру относились не так, не с таким певитетом. И считалось, что Большой театр — это некий пасынок дирекции императорского театра. Вот даже так говорили. Так что же дальше об Альтани? Оркестрами и хорами после прихода Альтани в Московский театр Большой театр мог равняться с Мариинским. Альтани был хорошим музыкантом, но не очень даровитым дирижером. Темпераметром он не отличался, хотя некоторые оперы, особенно иностранного репертуара, дирижировал хорошо. Он страдал боязнью пространства. Он не мог сидеть на возвышении в оркестре иначе, как с обтянутыми материи перилами. Был он небольшого роста, держался немного сгорбленно и обладал плохим зрением. Возникает сразу вопрос, как же в таком состоянии можно дирижировать? Но, тем не менее, видимо, ноты он знал наизусть. Почему? Тельковский пишет. В оркестре при нем была строжайшая дисциплина. Про него ходила, правда, молва, что он брал взятки. Но я думаю, что это злой навет. Ну, какие взятки может взять дирижер Большого театра еще в конце 19 века? Да, принимал он незначительные подарки, которые не имели с взятками ничего общего. Мы узнаем от Тельковского, что умер Альтани почти нищим. Выйдя в отставку, он жил исключительно на пенсию. Я его незадолго до смерти посетил, передав назначенное ему министром пособие тысячу рублей на лечение. На меня он произвел самое жалкое впечатление. Работник он был, безусловно, хороший. Вот такая печальная история. Но все-таки хочу вам сказать, что есть что вспомнить об Альтане. И пародии на него писались. И осталась пародия на него, написанная самим Власом Дорошевичем. Влас Дорошевич – это известнейший филитонист, я бы сказал, конкурент Гелировского, наверное. Они в одно время писали, но почему-то Гелировский нам известен больше. Хотя Дорошевич оставил не менее богатое литературное наследство. Представьте себе, что в Большом театре Альтани поставил новую оперу. Называлась она «Добрыня Никитич». Это опера Греченинова. Знаменитым композитором, позднее он эмигрировал. Это было в начале 20 века. Так вот, 14 октября 1903 года в Большом театре состоялась премьера оперы Греченинова «Добрыня Никитич». Славил оперу «Альтани». Дорошевич, побывав на премьере, садится за письменный стол и пишет пародию. Называется она так. «Опера в двух действиях с прологом и эпилогом». Музыка Греченинова и Дорошевич. Таковы же персонажи этой пародийной оперы? Вот действующие лица. Федор Свет Иванович Шаляпин. Богатырь. Алеша Греченинов. Внук Вагнера. Двоюродный племянник Бородина, временно исправляющий должность глинки. Богатырь. Господин Альтани. Получает 20 числа жалование. Богатырь. Ну и так далее. Балерины с богатырскими ногами. Боярин Мюр. Боярин Мерелис. Представитель московского купечества. Мюр и Мерелис. Это название сумма в прошлом. Гадкий мальчик. Впоследствии, вероятно, рецензент. Астасия Микулишна. Мамил Фатима Феевна. Русские японцы. Японки Амазоны. Амазонки и стерлить. Вот такие были персонажи в этой пародии. Нас-то волнует Альтани. Ну о чем говорит это? То, конечно, критически подошел Влас Дорошевич к оценке этой оперы. Она прошла недолго. Не более 10 раз. Вообще, что интересно. Вот тот период, начало 20 века, раз когда Альтани работал в Большом. Оперы долго не шли. 10-15 раз. И все. Так же случилось с этой оперой Добрин Никитич. Нас интересует фигура Альтани. Надо сказать, что Альтани любил иностранные оперы и иностранную музыку. И первый в России дирижировал Реквиемом Верди. Надо сказать, что Реквием Верди не так легко и просто попал на сцену. Было очень много тех, кто сопротивлялся. Альтани, тем не менее, настоял, что это будет большое событие. Реквием Верди не так легко и просто попал на сцену. Реквием Верди не так легко и просто попал на сцену. Реквием Верди не так легко и просто попал на сцену. Реквием Верди не так легко и просто попал на сцену. Музыка, которая играет столько по нотам, лишена смысла. В это время он идет на репетицию в Большой театре. А Шаляпин довольно часто опаздывал. Уже идет репетиция. Альтани за дирижерским пультом. Вдруг он видит Шаляпина в кулисах. Останавливает оркестр и еще раз показывает ему вступление палочкой. Дитя в объятиях твоих. Шаляпин запел, но резко остановился и сказал, знаете что, дайте мне, пожалуйста, вашу палочку. Альтани безропотно дал палочку Шаляпину. И Шаляпин стал дирижировать сам и петь. Потом говорит Коровину, как странно и как хорошо, что Альтани не обиделся. Он мог накричать, выгнать. Но я не для того, чтобы выпендриться, попросил палочку. Для того, чтобы показать, какой я великий. Мне просто хотелось показать ему, как я чувствую. Словами это я не могу изобразить. А музыкой прекрасно получилось. Бывали, конечно, и такие случаи. И бывали претензии певцов к Альтани. Дело в том, что он очень медленно разучивал с оркестром оперы. Очень медленно. И говорили, что он мучил и музыкантов, и певцов. И требовал всегда много репетиций. Естественно, что оркестр утомлялся. Но в то же время должное ему отдавали. Действительно, он был опытным, как говорили, верным дирижером. Кстати говоря, о Вагнере. То же самое. Он репетировал вагнеровский репертуар годами. Более того, на Вагнера смотрели, как на некое заморское чудище. И самое главное, что Альтани обвиняли чуть ли не в убийстве теноров. Но не в буквальном, конечно, а в переносном смысле. Особенно тех, кто исполнял партию Зигфрида. Раза два давали Вагнера под руководством Альтани. Потом снимали, потому что тенора не могли петь. Говорили, что партию Зигфрида, как правило, кричали. Глаза наполнялись кровью. Вот так старались петь. И говорили, что тот, кто поет Вагнера, потеряет голос навсегда. Но, опять же, стараниями Альтани все-таки Вагнер появился в Большом театре. Интересная еще одна история. В дневнике Телековского есть небольшое упоминание о том, что певцам Большого театра повышают заработную плату. И очень сильно повысили заработную плату Шаляпину. Многие возразили. Собственно, почему репертуар, может быть, он хорошо поет, но он занят так же, как и другие артисты. И вообще, почему ему нужно платить намного больше, чем всем остальным? И тогда Альтани сказал в присутствии Телековского, «Я понимаю, почему вы повысили и дали большую зарплату Шаляпину, потому что вы чувствуете гения, а не баса». Кстати говоря, Шаляпин очень часто бывал в Старо-Ваганькинском переулке у своего друга, знаменитого художника Валентина Серова. Тоже совершенно музыкальная история связана с его судьбой, потому что вырос он в семье необыкновенной. Александр Серов был знаменитым композитором и музыкальным критиком, а мать Серова была прекрасной музыкантшей, училась в консерватории. Но главное, она была женщиной, которая написала знаменитую оперу. Она была первым профессиональным композитором женщины, потому что она получила музыкальное образование с помощью своего мужа Александра Серова, намного пережила его и даже закончила его оперу «Вражьи силы». Это действительно известная опера, особенно партия «Ярёнки» часто исполняется. Потешу-ка свою, хозяйка, возьму я в руки балалайку. Широкая материнеца Ты с чем пришла? Ты с чем пришла? Ты с чем пришла? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнали Симон. 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 Ну, понятно, о каких частях своего тела она говорила. После этого Серов наотрез отказался писать членов императорской фамилии. Ну, если возвращаться к семье, один из лучших портретов Серова, портрет его отца. Есть смешное воспоминание, он пишет в письме. «Которые в любимцах, которые в изящном видят абсолютную цель человеческого бытия. И эти слова отца поразили маленького Валентина навсегда Александр Серов был очень знаменит, очень хорош собой, пользовался огромным успехом у женщин. Он был такой бомбиван, и однажды после его концерта к нему подошла молодая девушка лет 17 и сказала, я хочу, чтобы вы были моим учителем. Ее звали Валентина Бергман. Взрослый Серов сказал, ну что ж, давайте познакомимся, пригласил ее к себе. И как началось знакомство, он попросил ее сыграть фугу Баха. Когда она сыграла, Серов сказал, боже мой, вы так молоды и уже так много пережили. Сел рядом с ней, они сыграли Баха в четыре руки. Как вы понимаете, роман начался, она была прекрасной ученицей, потом через некоторое время женился. Правда, Валентина Бергман была своеобразной женщиной, она была нигилисткой. Любимый писатель, любимый деятель был Дмитрий Писарев. И однажды, когда Александр Серов пригласил ее в Париже в ресторан и хотел угостить устрицами, она сказала, как мы будем с тобой есть устрицы, когда народ голодает? Шаляпин отмечал, что сочинять музыку пришлось в очень непростых условиях. Вот он пишет, музыкальная молодежь моего поколения, поколения Шаляпина, жила как-то в Росе. Объяснялось это тем, что нам очень много дали старики. Кто старики? Те же самые Глинка, его называют Драгомышский, Серов. И им, собственно, и пришлось творить русскую музыку. Это они добрались до народных корней, где пот и кровь. Приходилось держаться друг за друга, работать вместе. Поэтому дружно жили старики. И, кстати говоря, ведь Серов не закончил свою оперу. Вражья сила, супруга за него закончила. Она же автор оперы Уреля Коста, которая была поставлена в Большом театре. И она же автор либретты. Вот как интересно, как правило, сами композиторы и выступали в роли либреттистов. Тот же Серов написал либретто тем-операм Юдив и Вражья сила. Вот Шаляпин в Бринском театре был приглашен петь Алаферно в Юдиве Серов. И он заупрямился, потому что ему не понравилась старая постановка. Он потребовал заново поставить Юдив. Получилась очень интересная постановка, потому что привлекли к созданию эскизов сына композитора, Валентина Серов. И помогал ему Константин Коровин. Кстати, тогда завязалась их дружба. Они дружили втроем. Серов, Шаляпин, Коровин. Они купили участок земли во Владимирской губернии. Построили дачу по проекту архитектора Мазырина. Шаляпин говорит, некий Мазырин. Но я вам хочу сказать, Мазырин в свое время был очень известным архитектором. Не некий. Да. Они очень любили ловить рыбу вместе. Конечно, Серов был здесь не первым. Федор Шаляпин учил его ловить рыбу. И они выезжали туда по осени. И вот Шаляпин пишет, что приходит телеграмма. Он находится там, в Владимирской губернии. Едем, встречай. И он начинает готовиться, потому что нужно было лодку нанимать, нужно было их встречать, кормить. Это было очень интересно. Посмотрите, какое творческое содружество. Насколько это нетипично для сегодняшнего времени. Как они друг друга хвалили, как они наслаждались талантом друг друга. Иногда потрунивали и вспоминали своих предшественников. Например, Валентин Серович любил историю про своего отца, который дружил с Вагнером. Вагнер несколько раз принимал его в Германии. Серов принимал Вагнера в Москве. И, собственно, был одним из тех, кто устроил гастроли Вагнера в Москве. Сохранилось воспоминание, когда они с женой приехали в Карлсрую, это город в Германии, где жил Вагнер. Вагнер устроил роскошный обед, потом играл, все музицировали. И потом пошли к речке. И Серов побежал так быстро и рьяно, напевая и насвистывая, что Вагнер сказал, «Ну и энергичные же эти русские, ух!» Через некоторое время, Валентин Серов вспоминает, отец с матушкой поехали к Листу. Лист их встретил очень изящно и попросил поиграть что-нибудь из нового. Серов подарил Листу партитуру Юдифи. Лист тут же сел за рояль, начал наигрывать, наигрывать, наигрывать. Потом быстро закрыл партитуру и сказал «Скучно, не хочется тратить время. Мне не кажется это интересно. Пойдемте, господа, пить чай». Хорошо. Шаляпин не раз бывал у Серова в Старовоганковском переулке, в его студии. И он вспоминал, сколько счастливых минут пережит он мною у Серова. Сколько оставил он после себя замечательных портретов. Каждый портрет почти биография. Не знаю, жив ли уж и мой портрет. Это было написано, конечно, уже через много лет после того, как ушел из жизни Серов в 1911 году, уже в эмиграции писал свои воспоминания Шаляпин. Но, слава богу, портрет жив. И вот вы знаете, как интересно. Они не просто работали над портретом. Работа была закончена. Но все равно Шаляпин приходил и приходил. И они гуляли по Москве. И гуляли даже по ночам. А ведь рядом храм Христа Спасителя. И вот Шаляпин вспоминает, что нарисовал Серов портрет углем его. Закончил работу и предложил погулять. А было это в пасхальную ночь, часов в 12. И пошли они в храм Христа Спасителя. И Шаляпин, интересно, пишет. В эту заутреннюю мы оказались большими безбожниками, несмотря на все духовные величия службы. Отравленные театром, мы увлечены были не самой заутренней, а странным ее мизансценам. Загорелась шинель. И это привлекло их. Шаляпин укоряет себя и Серову, что их не служба заинтересовала. От решений. А то, что у кого-то от свечи задумилась шинель. И кончается это воспоминание. Очень интересно для нас. Мы снова переглянулись и поняли, что в эту святую ночь мы не молельщики. Протиснувшись через толпу народа, мы пошли в Ваганьковский переулок, где Серов жил, разговляться. Серов очень любил бывать у Мамонтовых. Савва Мамонтов часто устраивал музыкальные вечера, и композиторы приносили свои новые произведения, их проигрывали. Вот однажды Римский Корсаков предоставил частную оперу, которую финансировал Савва партитуру Садко. Ожидалась премьера оперы. И Серов вспоминает. Я вошел, вдруг услышал дивный голос невероятной красоты. Это пела Забелла, Надежда Забелла, жена Врубеля. И Врубель ему сказал, вот именно так же я влюбился в Наденьку. Римский Корсаков, который в жизни был очень четкий человек, очень аккуратный, очень чистоплотный. В своих снах, как он говорил, иногда мне видятся такие удивительные и странные мечтания. Например, ученики немножко злословили, говорили Римский такой положительный-положительный. Посмотрите, какие у него женские образы. Просто демоницы или волшебные создания. Как это соединяется с таким характером? И под эти чудесные и веселые байки Серов писал портрет римского Корсакова. Роскошный портрет Ида Рубинштейн. Удивительное тоже создание. Ну, недаром знаменитую танцовщицу выбрал в качестве модели. Она обладала удивительной способностью удивлять публику на сцене. Портрет один из лучших. Портрет в галерее артистов балета. Знаете, как он написал? Он увидел ее в спектакле Клеопатра в Париже. Вспоминает что-то небывалое, небанальное, непольшивое, несладенькое. Я увидел настоящий восток, настоящую страсть. Это был сам Египет и сама Осирия, чудом воскресшая в этой женщине. И он дальше говорит своему приятелю, что когда смотришь на лицо этой женщины, ты вдруг начинаешь понимать вообще, что такое лицо человека. Вот кого я охотно бы написал. В это время Леонид Бакс на спектакле Клеопатра сказал, тебя с удовольствием познакомлю. Он познакомил их, и она согласилась позировать. Только вы должны позировать мне так, как венецианские патрицанки позировали Тициану. Ида согласилась позировать обнаженной. Решили писать в храме Шотель. Было очень холодно, странно, молчаливо. Сестра Серова готовила обед, потому что мне некогда, говорил Серов, отвлекаться на глупости. В храме расстелили покрывало, на котором возлежала Ида. Надо сказать, что она безропотно слушала все замечания художника, всегда была молчалива, не вступала в разговоры. Единственное, когда услышала, как гремят тарелки и кастрюльки, сказала, неужели вы здесь обедаете? Он говорит, да, обедаю. И не отвлекаюсь на глупости. А вы, пожалуйста, подвиньтесь, иначе свет на вас падает плохо. Один раз она отвлеклась от позирования, уехала в Африку. Приехала и сказала, что убила льва. Серова говорит, нет. У нее у самой рот, как у раненой львицы. Я не верю, что она стреляла и убивала. Ей больше подходил бы лук Дианы, с которым она бы прогуливалась, как по балетной сцене. Он написал портрет, когда вернулся в Москву. Мать, которая оказывала на него очень сильное влияние, сказала, это что еще за урод такой? Что это? Красавица? Серова сказал, да, красавица. Но некоторым это недоступно понять. И закрыл папку, в которой находились рисунки. Надо сказать, судьба ее сложилась таинственным и удивительным образом. Это была одна из самых скандальных женщин в Европе и в России. Она устраивала роскошные пиршества, меняла наряды, бриллианты. Подходила тогда к Фокину и говорила, я не умею танцевать, но вы меня научите. Этот капризный бортмейстер смиренно соглашался. Она жертвовала огромные деньги на постановке. Равель написал болеро для Иды Рубинштейн. Редактор субтитров А.Семкин Во время войны она уехала в Англию, работала там в госпитале. И вот, Саша, что удивительно, вернувшись в Париж после войны, она совершенно преобразилась, изменила свой образ жизни. Она прекратила общаться со всеми. Она жила молчаливо, уединенно, приняла католичество. Говорят даже, что была пострижена в монахине. Не разговаривала ни с кем. И умерла где-то в 60-х годах от сердечного приступа. Скромно, тихо, незаметно. Серов казался многим угрюмым и разговорочным человеком. И действительно, таким он предстает перед нами на одном из своих автопортретов. Он обладал еще и удивительным чувством юмора. Вот как-то на одной из художественных выставок он очень высоко оценил картину Барлюка. Он подошел, долго смотрел, сказал, какие запонки здесь написаны. Нет, таких запонок из Малороссии не вывезешь. Париж – это талантливо. И вдруг другой художник, малоизвестный, подходит к нему и говорит, а не могли бы вы теперь встать перед моей картиной посмотреть? Он подошел, мимолетно посмотрел на автора, на картину и сказал, не втирайте очки, я вам не с улицы. Кстати говоря, ведь в этом же доме, в Старо-Ваганьковском, художник скончался. И вот такая история, рассказанная его дочерью, что он незадолго перед смертью возвратил к ним попугайчик. А попугайчик – неразлучник из тех, что живут парами. И он умер, попугайчик. Вдруг художник заговорил о своей близкой смерти. Хотя он был молодой. Да, очень тяжелое впечатление произвел этот случай на всю семью. Что-то все почувствовали. Какая дурная примета. Если влетевший в дом птица умирает. И, к сожалению, вскоре Валентин Александрович скончался. Как-то мгновенно и неожиданно дочка вошла в комнату, а он уже не здесь. Даже занимая деньги, за несколько дней до этого он спросил у кредитора, вы не боитесь, что я не отдам? Вот такое удивительное предчувствие. Его мать вспоминала, что он строил свои произведения по совету отца, как музыкальное произведение. Отец говорил, картина должна звучать, когда я к ней подхожу. У него был странный взгляд. Даже мать говорила, не смотри на меня так, не смотри так на меня, мне страшно. Серов смотрел, как будто бы просвечивал человека. Вот такой Старовоганьковский переулок. Недалеко, правда, жил от этого дома Серовского режиссер Лев Кулешов, который впервые решил строить свой кинематограф как музыкальное произведение. У него были даже названия, симфония, концерт. Он считал, что музыка и кино – это явление по структуре одного порядка. Город полон тайн и звуков, ленительных, страстных. Судьба города, судьба домов, судьба людей сквозь музыку города. И за поворотом нас ждет новая история, новая судьба, новая мелодия. По улицам города прогуливались Ирина Кленская и Александр Васькин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовом коммуникации.